Вопрос. Вы говорите о совместной работе актёра и режиссёра. На этом более явно для меня, я не видел спектакли здесь уже живут, записи про Владимиру Третьей степень, когда у них возникает идут из ничего, из полузгляда, и только развивается, развивается и развивается. Но это актёры, которые одной с вами будут укропить, и вы же сами спектакли в малом театре, да? Вот эта разница будет между Астровским, и где актёры, если вам не нравятся, и актёрами вашего ходу. Вы знаете, спасибо за вопросы, спектакли, приятно. Дело в том, что для меня театр начинается с кампании. Независимо, где эта кампания находится. Находится она в академическом театре, находится она в студенческом аудитории, находится она в лёдовой аудитории. Если бы с вами сейчас занимались театром, конечно, мы бы познакомились бы и отбирались бы люди, которые бы интересно играть в эту игру, которую чувствую я и которую вы чувствуете, да? Как бы вместе. Поэтому, когда приходишь в театр, в московском художественном театре, или, ну, малый театр, да? Или, ну, малый театр, да? Близкий, да? То возникает некая затея, да? То есть режиссёр – это авторизативник. Вот он предлагает мне какую идею. Да? А дальше выбираются уже люди, которым интересно быть вместе. Если артисты не чувствуют друг дружку, то никакой режиссёр их вместе не соединит. Поэтому для меня всё начинается с кампании. Чтобы людям интересно было, артистам приходить на репетицию. И они не спешили. И не хотелось бы уходить из репетиции. И во время репетиции возникала радость. Когда человек в отдельности это сделать не может только в этом сочетании, в этой кампании. Вот в этой группе. Вдруг они раскрываются совсем иначе. Для меня театр – это вот тот спектакль, который ты делаешь. Да? Чтобы люди поворачивались разными качествами. И возникало некое сочинение, которое в одиночестве никогда не сделали. Да? И поэтому вот в этом есть своя какая-то прелесть. Что касается разности – это только опыт. Только опыт. А вы знаете, что опыт – это ошибки, это шишки. Чем больше этих шишек, тем больше что ты понимаешь в этой профессии. Потому что, ну, это уже таки тривиально, наверное, все уже говорят, что это процесс только самообучения. Вот насколько вас хватит учиться этой профессии, настолько вы в ней будете долго жить и существовать. Вот поэтому здесь важно забрать компанию. И важно, чтобы идти навстречу друг другу. Вот, как долго вы сами будете учиться, да? Можете меняться, развиваться, двигаться, настолько вы долго будете жить и работать в театре. Мне кажется, здорово и хорошо. Как только вы остановитесь в этом развитии. Вот. Поэтому я люблю театр, где режиссеры обслуживают артистов. А артисты, наоборот, ну, стилизуйте для меня. Отслужите, скажите, что тут делают. Вот только я приплечу, сколько не люблю. И смотреть не люблю. И говорить про него не люблю. Вот. А мне себя нравится, когда что-то возникает вот совместное. Независимо от опыта артиста. И когда мы делали «Правду хорошо, сесть и лучше», так самое главное было для меня в этой мучке такой старой, забытой, ну, очаровательной пьесе. Найти молодость в душах этих людей, купцу, скажем так. И поэтому я делал только в бане людей. Тем более, что я, по-моему, второй спецназ я делал. Я, по-моему, я признался. Я не считаю, что это запитание будет много. Полный проект. Это был, наверное, такой радостный и хороший. Да? Да. А вы что делаете, когда люди сразу много говорят о том? Сразу передать о том? И о том, что они могут выгрузиться и все у себя. И как выполниться? Солнце? Я не очень понимаю, что здесь много задач. Потому что, ну, дело в том, что вот, вот, посвящен Сергеевич, да, Наниславский, всеми нами уважаем чтимый человек в драматическом театре, да, он говорит так. Моя система нужна только тогда, когда не получается. Если у вас получается, выходите и играйте. Выходите и делайте спектакль. Поэтому чуткость, мудрость и профессиональность режиссера в том, чтобы давать задания актеру или подсказ только в тот момент, когда он в этом нуждается. Только в тот момент. Я могу сейчас на вас вывалить все, что я знаю про театру. И вы устанете, и я устану, и не смогу дальше развиваться, развивать свою мысль, потому что она придет без ответа. Интересно, чтобы возникало взаимодействие, да, то же самое и во время сочинения спектакла. Поэтому здесь очень важно, и вы, и для актеров полезно, услышать замечание только тогда, когда вы в этом нуждались. Вот в чем опытность педагога и в чем-то есть обучение, да. Вы учитываете тогда, когда у вас не получается. Если вам вовремя подсказывают, почему у вас не получается, и вдруг вам после этого замечания стало получаться, вот это и есть ваш багаж, это и есть ваш опыт, после которого вам будет легче и интереснее. А если вас сразу будут наваливать информацию, делать так, это, 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 вас затюкают, и вы будете просто теряться. Поэтому еще раз говорю, здесь очень важно обрести любимого режиссера или группу режиссеров, с кем вам легко, с кем вам интересно, за кем вы идете. Потому что вам, как режиссером, очень важно обрести компанию. Вот по жизни, это не значит, что вы с одной компанией проживаете счастливого брака или пенсии. Так и бывает, это жизнь непредсказуемая, она, это и обретение, это и потери. И важно к этому стремиться. К интересу друг друга. Театр без интереса друг друга. Это и дело. Сразу с тобой, мне кажется, что все здесь сидящие сейчас вам завидуют белой задницей. Потому что вдруг вы воплотили, ну, наверное, мечту многих — сохранить свой театр, тот, который начинался с первого пункта в театральный пункт. И потом эта семья, она крепнет-крепнет. И когда приходит момент расставаться, это всегда очень романтично. Потом ты попадаешь в театр, где тоже совершенно другая семья. Там происходит слияние, а может слияние не произойти. Получится совершенно обратная ситуация. Вы создали театр свой, такой, немного парниковый. Ну, если так образом выражаться. То есть там актер находится в идеальной среде для себя, со своими родными людьми, со своей семьей. Это все понятно. Это все очень здорово и классно. Но были ли такие у вас случаи, что актер, уходя от вас, я так понимаю, что это ваш студент, потом он проработал энное количество лет в вашем театре, уходя от вас, он не сможет прижиться в другом месте. Потому что он, получается, что его экспонентарь переносит в условия погодных каких-то аномалий, где ездят, будет, идут. А ему надо как-то, он не может, потому что он уже находился в этой сфере идеального существования театра. Ну, я понял. Вопрос, он очень какой-то такой хороший и выстраданный. Потому что так же важно найти свой театр, которому хочется служить. Это вещь такая правильная. Для того, что артисты попадают, как вы называете, парниковые условия, они не принимают, что это парниковые. Им кажется, что так будет всегда. К сожалению, мы понимаем только тогда, когда мы такие еды. Когда мы... Поначалу все относятся к этому даже легкомыслим. Ну, вообще, наверное, мы поступали. Главное, поступить либо ценой. Очень хотим учиться. А поступаем, потом... Да можно и проспать, можно и прийти на занятия, можно и опознать на аппетит. И начинается от поглажки, поглажки. Ну, очень просто к хорошему привыканию. Поэтому здесь важно всё-таки сохранять первозданность. Для чего ты занимаешься этой профессией? Ну, в смысле, для того, чтобы друг друга реликовать. Для того, чтобы трудиться, чтобы воспитывать друг дружку. Спасибо.